В школу онлайн. Больше двух миллионов казахстанских школьников 1 сентября начнут вновь учиться дистанционно. Для них уже начали снимать телеуроки. Нужно подготовить больше 6 тысяч занятий, которые будут транслировать по телеканалам Альфа-Раби и Елярна. Подробности в материале Динара Абдировой. Больше 180 тысяч казахстанских школьников не имеют компьютеры. Особенно острой дефицит ощущается в многодетных и малообеспеченных семьях. Для восполнения этого пробела в правительстве обещают обеспечить компьютерной техникой больше 500 тысяч детей. Не хватает оргтехники и педагогам. Больше 20 тысяч учителей на время дистанционки будут пользоваться школьным имуществом. До начала учебного года осталось меньше месяца. Подготовку нужно значительно активизировать. Правительству обеспечить передачу порядка 500 тысяч компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне. Необходимо обеспечить выдачу учебников до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе. В открытом доступе будут размещены и телеуроки. Занятия будут транслировать по 9 часов в день. Однако до сих пор не все школьники и учителя имеют доступ к интернету. По информации Минобразования, у 2000 преподавателей до сих пор нет выхода в сеть. Поэтому сейчас ведется работа по улучшению качества интернета в стране. Так проанализирован радиочастотный спектр в городах Нурсултан, Алматы и Шимкент. На основании которого мы определили точные локации, где надо устанавливать дополнительные антенномачтовые сооружения. Вот на экране приведено их количество. Это земельные участки, которые необходимы для установки антенномачтовых сооружений. Мы просим вас поручить Акиматам, чтобы оказались содействия в выделении земельных участков, а также оказались содействия в проведении туда электричества. После чего, по словам Богдата Мусина, ведомство совместно с Акиматами готовы найти частного инвестора, который возведет антенномачтовые сооружения. Таким образом, по их мнению, будет решена проблема с зонами, где есть слабые сигналы. До конца года планируют обеспечить интернетом 928 сел, из них 97 до сентября. Наряду с этим учителя страны начали обучение на курсах повышения квалификации по дистанционным технологиям. С июля проводятся ежедневные вебинары по разъяснению основных направлений системы дистанционного обучения, переходу на различные форматы в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. По отдельному графику для 7 тысяч директоров школ, 12 тысяч заместителей директоров и около 2000 методистов были проведены разъяснительные семинары по организации дистанционного обучения. Эта работа продолжается. Курсами повышения квалификации по дистанционным технологиям обучения планируют охватить 100% учителей. Если говорить точнее, то это 350 тысяч педагогов. Кроме того, обучение в дистанционном формате начнут и студенты колледжей и вузов, за исключением технических, аграрных, медицинских и творческих специальностей. 102 колледжа, расположенные в отдаленной местности и малых городах, продолжат очное обучение. Глава профильного ведомства отметил, что со снижением уровня заболеваемости школы, вузы и колледжи будут постепенно переходить на смешанный и штатный режим обучения с соблюдением санитарных норм. Глава профильного ведомства